Представлено более 350 экспонатов. Каждый из них раскрывает образ адыгской женщины с древних времен до конца 19 века. Выставка так и называется «Мир женщины в интерьерах исторической памяти. Традиционная культура адыгов». Здесь мы увидим удивительные предметы ювелирного искусства, традиционная одежда адыгов, реконструкции уголков семейного быта. Мы узнаем о том, чем занималась адыгская женщина в разные эпохи. А занималась обычно адыгская девушка рукоделием, об этом говорят золотошвейные инструменты, этому начинали обучать с шести лет. И, конечно же, домашним бытом. Здесь представлена даже женская половина дома. А вообще с 17 лет у девушки была отдельная комната, где она могла общаться со своими друзьями, подругами. Кстати, выбор супруга был достаточно демократичным. Это, я думаю, особенность именно адыгской культуры. То есть девушки были достаточно, я бы сказала, свободны в выборе своей пары. То есть им никогда не навязывалось это. Она могла сама выбрать себе мужа. После замужества традиционные шапочки меняли на платок. Даже существовал обряд, когда после рождения первенца свекра менял невестский головной убор. Интересно и обувь. Вот такие шились котурные. Княжна уж точно должна была иметь такую праздничную обувь. Подобные выставки проводятся по инициативе Министерства культуры России. Данные экспонаты уже были представлены в Нальчике, в Краснодаре, в Ставрополе, в Станице Вьюшинской, в музее Шолохова. В Сочи, в музее истории новая выставка будет работать все лето. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.